всем привет и добро пожаловать на канал сегодня рассмотрим как на iphone проверить какие приложения работают как они используют ресурс батареи и как их закрыть при необходимости если вас это интересует обязательно подпишитесь на мой канал оцените видео лайком и что же начинаем значит после первого запуска приложения и выхода из него система то есть ios автоматически ставит это приложение для экономии заряда батареи на паузу после полторного открытия его система их просто снимает с паузы скажу честно поначалу использование техники apple я был сторонником закрывать все неиспользуемые приложения но сейчас рекомендую закрывать только тогда если она начинает глючить или зависать связи с чем у меня родилась такая рекомендация объясняю простым и понятным языком первый запуск приложения потребляет намного больше энергии и занимает больше времени чем запуск из состояния паузы не можете понять почему быстро садится батарея на айфон айфон разряжается намного быстрее чем обычно это может быть в результате того что какое-то приложение использует намного больше энергии чем нужно и так как же проверить какие приложения используют ресурс батареи друзья все просто начинается ios 9 пользователь техники apple появилась уникальная возможность увидеть использование заряда аккумулятора каждым из приложений тем самым вам не нужно гадать какое приложение убивает батареи на вашем айфоне для того чтобы это посмотреть заходим настройки здесь ищем аккумулятор нужно некоторое время подождать пока iphone выдаст статистику использования аккумулятора каждым приложением здесь показана полная статистика активного и фонового использования заряда батареи вы можете выбрать период времени например последние 24 часа или последние 10 дней и проанализировать эту статистику обратите внимание на статистику расхода энергии приложением в активном и фоновом режиме для этого нужно нажать активность и смотрите в активном режиме простыми словами это когда приложение запущено на экране и вы с ним работаете здесь показывается сколько времени приложение было запущено в активном режиме то есть на экране а также на фоновый режим это когда экран выключен вы с приложением не работаете а она оказывается работает и тем самым используя заряд батареи вашего айфона теперь смотрите и анализируйте какие работающие процессы на вашем айфоне есть крупнейшими потребителями энергии батареи вашего телефона когда цифры не соответствует тому что вы делали это вероятность его проблемы например если вы редко открываете приложение оно показывает высокое потребление энергии на это следует обратить внимание для начала его нужно просто напросто закрыть дальнейшем если вы заметите такие же проблемы с этим приложением удалите его и повторно установите с appstore друзья я еще раз акцентирую внимание нужно разобраться как вас приложение работает в активном и фоновом режиме например у меня сегодня facebook работал 14 минут в активном и 4 минуты фоновом режиме это довольно таки немного в принципе для фейсбука это скажем так нормально ну что ж теперь давайте разберем как закрыть приложение на iphone для этого дважды нажимаем кнопочку домой или левую сторону экрана на устройствах с 3d touch откроется список запущенных приложений ищем приложение которое вы хотите закрыть например калькулятор делаем свайп вверх и тем самым мы закрываем приложение таким образом вы можете закрыть и несколько приложений для этого можно использовать два пальца раз и все теперь давайте разберемся как снизить использование заряда батареи на вашем iphone использование батареи активными приложениями уменьшить можно каким образом здесь все просто уменьшить время пользования ими а как же сократить время работы приложения фоновом режиме показывается можно сделать и такое для этого друзья на iphone заходим настройки здесь ищем основные ищем обновление контента смотрите если переключаем напротив приложения включен это значит что приложение обновляется фоновом режиме если соответственно телефон подключен к сети вай фай у меня выбрана вай фай здесь вы можете отключить любое приложение которому вы хотите уменьшить доступ фоновом режиме но не забывайте что отключив работу фоновом режиме вы сможете получать актуальную информацию только тогда когда вы откроете такое приложение поэтому к этому вопросу нужно подходить довольно таки принципиально и разумно друзья пожалуй на этом все надеюсь что это видео будет для вас полезным если у вас есть какие-нибудь вопросы пишите в комментариях обязательно оцените видео лайком подпишитесь на мой канал всем удачи и пока пока